МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии эстрады и народной хореографии Задоринки присвоили почетное звание. Подробности далее. Средняя зарплата в 2021 году в Ядерном центре составила 90 542 рубля. На предприятиях муниципального сектора – 30 030, в малых и средних предприятиях – 27 818. Такие цифры нашли отражение в докладе главы города о работе за прошлый год, которую он представил депутатам на думской сессии. Кроме того, Алексей Сафонов рассказал, что за счет бюджетных средств улучшили жилищные условия более 80 семей. Очередь из нуждающихся в улучшении своих жилищных условий все равно большая – больше тысячи семей. Но Саров в этом плане практически единственный город в регионе, где она движется. По этому вопросу мы кратно лучше выглядим все наши территории соседние, потому что данным вопросом на тех территориях, я бы не сказал, что у них там есть какие-то положительные результаты. Саров в этом плане действительно сохраняет свою социальную направленность, и мы стараемся сделать многое для того, чтобы у нас эта очередь уменьшалась. Докладывая о деятельности департамента образования, Алексей Сафонов отметил, что городу удалось исполнить указ президента о повышении зарплаты педагогических работников. Их доход составил более 38 тысяч рублей. Рассказал он и о других достижениях ведомства Натальи и Володько. Буквально за короткий период, считанные недели, удалось отпроектировать и войти в национальную программу капремонта школ, ввести туда 4 объекта наших. И уже на этот год мы получили финансирование на 2 объекта. Это удалось привлечь более 200 миллионов рублей. Поэтому, скажу, действительно очень достойная задача, с которой департамент образования с коллегами справились безусловно. Алексей Сафонов не обошел стороной городские проблемы. Отвечая на вопрос о затяжном строительстве нового здания 11-й школы и Центра культурного развития, он отметил, что сначала работы шли в хорошем темпе. Но в 2021 году страна столкнулась с непрогнозируемым ростом цен на стройматериалы. Совместно с областными ведомствами администрация пыталась решить эту проблему и минимизировать убытки подрядчика. Мы и подрядчика предупредили, и инициировали сами. На текущий момент возбуждено уголовное дело против данного подрядчика. Потому что со стороны администрации сделана максимальная работа для того, чтобы данные объекты строились и вводились. По большому счету на текущий момент у подрядчика нет оснований не сдавать объекты. Мы решили практически все его вопросы. Контракт с подрядчиком будут расторгать. Кроме Алексея Сафонова, доклад о работе Думы представил ее председатель Антон Ульянов. Антон Сергеевич рассказал о работе органов МСУ во время пандемии, работе с обращениями граждан, создании Молодежной палаты. Мы набрали довольно активный состав. 15 человек, представляющие разные городские предприятия. В прошлом году Молодежная палата выбрала из своего состава председателя. Это Евгений Шостаков. И также Молодежная палата направила представителя города Сарова в Молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Это Евгений Осетров. С полными отчетами председателя и главы города можно познакомиться на сайтах Думы и администрации Сарова. Кроме того, депутаты рассмотрели корректировки в бюджет и изменения в прогнозный план приватизации. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Бесплатное обучение в ведущих образовательных учреждениях страны теперь не несбыточная мечта, а реальная возможность. Воспользоваться ей саровчане смогут, приняв участие в федеральном проекте «Содействие занятости национального проекта «Демография». Горожанам доступно 585 образовательных программ по региону и более 40 тысяч по всей стране. Подать заявку на обучение в рамках проекта «Демография» могут следующие категории граждан. Граждане возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, то есть от 0 до 7 лет включительно, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости. Также на обучение могут претендовать работники, которые находятся под риском увольнения. Более точную информацию о категориях граждан можно узнать в Центре занятости. Заявку на обучение необходимо подать через единую цифровую платформу «Работа в России». Затем в течение трех дней гражданин должен предоставить в Центр занятости все необходимые документы для подтверждения своей категории. Рассмотрение и принятие решения по заявке может составлять до 7 рабочих дней. После одобрения заявки в течение 10 календарных дней гражданин будет зачислен в группу обучения. Всю информацию о статусе поданной заявки можно просматривать в личном кабинете в разделе «Мое обучение». Место и формат обучения очный или дистанционный также можно выбирать при подаче заявки. Дрительность обучения зависит от выбранной программы – от трех недель до трех месяцев. По окончанию учебы выдают документы квалификации. Принять участие в проекте можно только один раз. Координирует программу три федеральных оператора – Российская академия народного хозяйства и государственные службы при президенте РФ, Томский государственный университет, агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Россия. Также немаловажный фактор – надо именно при выборе направления обучения понимать востребованность данной профессии. Вот в этом наши специалисты оказывают услугу – как при выборе, так и при подаче заявки. У нас на нашей территории действует два, так сказать, гостевых компьютера, потому что технически не у всех людей возможность подать эти заявки из дома. Поэтому здесь специалисты могут оказать помощь. Более подробную информацию об обучении можно получить по телефону 9-84-58. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года. Из-за проблем с подрядчиком срок ее сдать не удалось. Нашли нового, определили новый график работ. Наконец, июнь установили окна, закончились работы по наружному водоотведению, канализации и водопровод. Началось внутреннее обустройство коммуникаций. Продолжаются работы, там практически осталось процентов 10, это покровли. То еще там крыльцо практически на 50% готово. Фасад более чем на 80% утеплен. Работы продолжаются, срок сдачи остается прежний у строительных работ, это декабрь этого года. В поликлинку поставят новые современные оборудования, в том числе КТ и рентгеновские установки. Часть уже закупили, часть закупят в этом году и в начале следующего. Какое-то время после окончания строительства займет процесс лицензирования. Затем в поликлинику переедут сотрудники, которые работают в здании физиолечебницы. И часть – узких специалистов из поликлиники на Курчатова. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. По данным МВД, ежегодно в России теряется около 180 тысяч человек. Из них находит около 160 тысяч. Как отмечают представители поисково-спасательных групп, если ваш родственник не вернулся домой и не выходит на связь, не нужно ждать несколько суток, надо сразу бить тревогу. Нужно сразу же обращаться в выделение полиции по горячей линии 112, либо в единую диспетчерскую дежурную службу. Также нужно будет сразу же рассказать, где он пропал, во что был одет, как зовут, есть ли хронические заболевания, что при себе мог иметь. Участники группы «Рысь» занимаются поисками людей не только в нашем городе. Как только поступает заявка, они выезжают на помощь. Алексею приходилось искать и в Иксе, и в Мордовии. Чаще всего объектом поиска волонтеров становятся грибники, и те, кто решил прогуляться в знакомом лесу и заблудился. Искать человека проще, если он остается на месте и соблюдает несколько правил. Взять себя в руки, осмотреться, вспомнить, откуда мы приходили, характерные опознавательные знаки, какие-то квартальные столбы, просеки, линии электропередач, отдельно стоящие деревья, либо реки. Если у нас есть возможность дозвониться, мы сообщаем, что мы потерялись, где потерялись, и нас уже, скажем так, начнут локализовать, искать. Если связи нет, постарайтесь развести огонь, никуда не уходите с места. Перед уходом в лес обязательно предупреждайте, куда вы идете. Берите с собой заряженный мобильный телефон, необходимые лекарства, воду, легкий перекус и фонарик. Также лучше иметь при себе свисток, чтобы подавать сигнал, если вас придется искать. Одежда тоже должна быть соответствующей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. На прошлой неделе в Сарове произошло 5 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшей. Эта авария вызвала большой общественный резонанс. 21 июня в 8.05 у дома 7 на проспекте Октябрьском водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной «Киа Сит», наехал на женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую на скорой доставили в КБ номер 50. Ей поставили диагноз травматической ампутации ноги, оскольчатый перелом плечевой кости, травматический шок. Дочь потерпевшей записала обращение и разместила его в социальных сетях. Если у вас есть любая информация, видеоматериалы, фотографии, пожалуйста, пришлите мне в личные сообщения. Нам сейчас нужна любая помощь, потому что человек, который ее сбил, пытается уйти от ответственности. Расскажу о состоянии. Машина ехала на высокой скорости, ее сбили и машина протащила несколько метров. Отрывалась нога, была огромная кровопотеря, переломан таз, сломан шейный позвонок, ключица, плечевая кость, так как я понимаю, рука в двух местах сломана, очень большая гематома печени и ушиб легких, она не может сама дышать. Как рассказала Полина, после аварии ее мама была в сознании и разговаривала с женщиной, которая оказывала ей помощь. Сейчас она в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. На водителя составлены административные материалы, в том числе с управлением автомобилем с тонированными стеклами. Ранее ему выдавали требования его устранить. Там уголовное дело, то есть будут разбираться, обязательно дождутся результатов, какие именно телесные повреждения получил пешеход. В соответствии, здесь очень дозаконодательством будет принято решение. Это процесс небыстрый просто. Также ДТП попало на камеры здания Саров-гидромонтажа. Его тоже приобщили к делу. Кроме того, была информация о том, что мужчина изначально скрылся с места аварии, а потом вернулся. Нет, он не уехал. То есть был совершен наезд на пешехода, наезд на пешехода, и он по инерции проехал практически там до перекрестка. Потом осознал, что он совершил наезд, развернулся и подъехал к месту наезда. То есть не было такого, что он куда-то уехал, где-то там был, потом приехал. Дело отправили в следственный отдел. В прошлом году в Сарове украли 19 велосипедов. Пять из них нашли. 16 преступлений остались нераскрытыми. За пять месяцев этого года украли семь. Один вернули. На прошлой неделе из подъезда в жилых домов увели два велосипеда. Неустановленное лицо, находясь в подъезде дома по улице Академика Негина, действуя умышленно и скоростных побуждений, Тайта похитила с лестничной площадки четвертого этажа, оставленной на хранение непристегнутым велосипед марки «Стелс-навигатор». Самое первое средство профилактики и краж – противоугонный трос. Но зачастую и он не панацея. 25 июня воры украли велосипед из подъезда в Северном переулке. Транспорт был пристегнут. Как говорят в полиции, часто у воры есть при себе оборудование, чтобы перекусить цепочку. В основном их целью становятся дорогие велосипеды – от 20 и более тысяч. Преступники присматривают их заранее. Еще одно излюбленное место – грабители, открытые парковки у школ, учреждения дополнительного образования и магазинов. Оставили на 15, 20, 30 минут или несколько часов велосипед, не пристегнули его никаким образом, вышли – велосипед нет. Помимо троса можно установить велосигнализацию. Датчик будет реагировать на вибрацию или при косновении, включать звуковой сигнал. Также специалисты советуют, уходя, устанавливать самую низкую передачу. Даже если вор угонит ваш велосипед, быстро скрыться с места преступления у него не получится. Сходу разобраться с переключением передач не так-то просто. Если вы находитесь поблизости, у вас будет время догнать злоумышленника. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. На территории Нижегородской области за пять месяцев этого года число ДТП с погибшими детьми возросло на 33,3%, с 3 до 4. Количество аварий с участием несовершеннолетних при этом сократилось на 8,8%, с 205 до 187. Среди погибших детей – три пешехода и один пассажир транспортного средства. При этом в Сарове зарегистрирован рост ДТП с детьми. За пять месяцев 2022 года на территории города Саров зарегистрировано 6 ДТП с участием детей. За аналогичный период прошлого года – два. В данных ДТП пострадали 6 человек. В прошлом году – два человека. ДТП делится на следующие виды. Наезд на велосипедиста – одно ДТП. Столкновение – одно ДТП. И наезд на пешехода – четыре ДТП. В большинстве случаев вина лежит на водителях, но бывает, что авария происходит из-за невнимательности ребенка. В случае с велосипедистом он выехал на пешеходный переход. Одно из ДТП с пешеходом произошло из-за того, что мальчик выбежал из-за припаркованных машин в неустановленном месте, хотя рядом был переход. Для профилактики подобных происшествий ГИБДД Сарова постоянно проводит конкурсы и акции. Было проведено 29 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Такие как полицейский Дед Мороз, безопасная горка, письмо водителю, снежный дорожный знак, пропагандистский автобус, скворечник в стиле ПДД, ура каникулы. В деле профилактики аварий дорожные полицейские тесно сотрудничают с департаментом образования, сообща со школами, проводят классные часы и акции. Простыми словами, пытаясь объяснить детям правила безопасности, эту работу не оставляют даже летом. С сотрудниками ГИБДД во всех пришкольных лагерях были проведены беседы с детьми на тему «Лето, детство, ПДД, безопасное поведение на улицах во время школьных каникул». Также было проведено мероприятие «Мой друг – велосипед», проведен фестиваль рисунков «Что для меня ПДД». Очень важно уже в раннем возрасте заложить основу сознательного отношения к соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах. Самое действенное средство воспитания – пример взрослых. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Сегодня впервые за несколько лет на площади города состоялся масштабный выпускной. Девушки пришли в нарядных, красивых платьях, джентльмены надели пиджаки и галстуки. На глазах родители слезы. Они волнуются за своих детей, волнуются о их будущем, о поступлении. Ну и ностальгируют по своим школьным годам. Сейчас сложное время для старшеклассников. Ребята ждут результатов ЕГЭ, определяются, куда поступать, готовятся подавать документы. Но никакие переживания не могут оброчить главный школьный праздник – выпускной. Мне не верится, что прошли эти 11 лет. Все-таки я чувствую, что я буду встречать по моему любимому миру. Празднику предшествовала непростая пора – выпускные экзамены. 11-классники Сарова достойно представили родной город на федеральном уровне. Средние баллы за ЕГЭ по городу выше областных и всероссийских почти по всем предметам. Двое написали на 100 баллов ЕГЭ по физике, один по профильной математике, четверо по русскому языку, трое по литературе. На самом деле, посоветую не переживать, не волноваться просто так. ЕГЭ на самом деле не так уж страшно, как его черт молюсь, но на самом деле хорошо. Однако это лишь год, и приятно, что мы прошли его с такими прекрасными моими одноклассниками. Волноваться надо было перед ЕГЭ, а сейчас остается только кальфовать. Выпускники организовали множество творческих номеров для зрителей бала. Времени на подготовку было немного, но старшеклассники отнеслись ответственно к финальному школьному аккорду. Одна из лучших традиций выпускного бала – это вальс. Последние мгновения, когда можно насладиться школьной юностью. Каждым выпуском Саров может гордиться, но в этом году 11-классники показали выдающиеся результаты. Среди выпускников 2022-го – 25 призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. 19 победителей – призеров дивизионных и областных соревнований «Нижегородская зорница». 8 победителей – финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победители – призеры различных международных и всероссийских конкурсов и соревнований. За эти достижения выпускники благодарили своих учителей, сотрудников школы и родителей. Та база, которую дала ребятам школа, станет их опорой и на время учебы в ВУЗе, и в будущем трудоустройстве. «Хочу пожелать вам смело идти по жизни вперед. Главное – ничего, никогда не бойтесь. У вас сейчас есть все для того, чтобы сделать свою жизнь яркой, насыщенной, а главное – счастливой. С праздником вас!» Ульяна Скородумова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Бросок с трех шагов, прыжки, штрафной или крюк – все это лишь некоторые обозначения техник забрасывания баскетбольного мяча в корзину. А за этой зрелищной игры воспитанникам детских садов показал баскетбольный клуб «Атом» в рамках проекта «Гулливер». Рядом тренировались юные футболисты. Сыграть с мячом можно было и среди гигантских надувных фигур. Спорта на дне молодежи было много. Каждый гость праздника мог найти себе что-нибудь по душе. У центральных ворот и кара для сыровчан приготовили силовое шоу. «Подержать, посмотреть, полюбопытствовать. Данное мероприятие придумано мной в рамках социального проекта «Добрыня». Веду его в нашем городе с 2013 года. Конечно, он не настолько популярный, но все, что мы можем делать собственными силами, людьми, которые неравнодушны, мы пытаемся это делать». Равновесие на баланс-борде, приседания на одной ноге с гирями разного веса. Трюги на грани человеческих возможностей продемонстрировал Александр Логинов. Особо зрителей впечатлил момент со сгибанием прута вокруг шеи. За каждым упражнением, выполненным с легкостью, как может показаться на первый взгляд, сотни часов кропотливой работы и изнурительных тренировок. Рядом с трех часов состязались и сами сыровчане, но не в ловкости, а громкости и качестве звука своих авто. Техника устроила хорошую дискотеку. Замеры продолжались на протяжении нескольких часов. Лучших из лучших выбрать было непросто. И будут соревнования на умелое управление своей аудиосистемой. То есть нужно показать определенные цифры на датчике. То есть на мониторе цифру нужно определенные показатели. Тогда кто как можно ближе приблизился к ней, тот выиграл. Плавные, легкие, изящные движения. Прекрасный завораживающий танец. Ачарули родом из Аджарии, одной из областей Грузии. Основные движения танца смогли выучить и гости праздника. С 17 часов на главной сцене стартовал танцевальный марафон. Принять в нем участие мог любой желающий. Мастер-класс по танцам. Это безумно интересно, даже когда занимаешься ими полжизни. Особенно по новым направлениям. Много интересного можно знать. Много движений можно найти. Раскрывать себя. Даже в такой толпе можно красиво выступать. Конечно, безусловно, они интересны. Чаще всего педагоги, которые дают мастер-класс, они выбирают простые движения, чтобы каждый мог выполнить их. Я думаю, что для каждого это тоже интересно. Не обошлось на праздники и без добрых дел. Здесь провели благотворительный марафон «Город единства непохожих». В нашем городе его реализуют на протяжении 16 лет. Его цель – оказание адресной поддержки молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Такие марафоны, безусловно, они нужны. Они помогают проникнуться теми, той проблематикой, которая в обществе, к сожалению, существует. Ну и, что самое важное, помогает помочь тем детям, которые действительно в этом нуждаются, в той или иной форме, в том числе, как сегодня, приобретением тренажёров либо спортивного инвентаря. Все вырученные от марафона средства направили на приобретение тренажёров инвалиду детства с нарушением опорно-двигательного аппарата Никите Сидоренко и спортсменам-бадминтонистам с нарушением слуха. В рамках марафона провели традиционный благотворительный футбольный матч. На поле встретились команды органов местного самоуправления Ирфят-Внеев. Первый тайм вела команда органов местного самоуправления со счётом 4-1, но во втором тайме команда ядерного центра, безусловно, сумели они собраться и забили нам три гола, соответственно, окончательный счёт 4-4, то есть победила дружба. Также в рамках марафона провели благотворительную лотерею и ярмарку добра. Каждую неделю сотрудники акушерского отделения помогают появиться на свет десяти малышам. Опытные специалисты делают всё возможное и невозможное, чтобы женщины смогли преодолеть волнение и страх перед родами. Акушерка Ирина Наржукова пришла в отделение 26 лет назад. По словам Ирины Викторовны, она всегда хотела помогать людям, уже не представляет свою жизнь без любимой работы. Несколько поколений сравчан появились на свет с её помощью. Я уже сдала дежурство, уходила с пакетом, спускалась по лестнице. Вот, звонок в фильтр, подъезжает машина скорой помощи, ну и фельдшер там как бы... У нас уже женщина рожает. Пришлось, так как я ближе всех находилась в данный момент, пришлось забежать туда, оказать помощь. Вот, женщину потом уже на каталочку переложили, подняли в родзал. Вот, а так приняли роды в машине. Татьяна Потапова в 1990 году училась на медсестру, когда пришла работать в акушерской отделении санитаркой. По совету Тамары Яковлевны Лаптевой, которая тогда заведовала роддомом, решила продолжать образование. И в 1993 вернулась сюда акушеркой. По её словам, главное в профессии – оставаться человеком и всегда помнить, что ты отвечаешь за две жизни. У меня были очень хорошие учителя. Когда пришли в 1990 году, здесь работали старые наши акушерки. Вот, у кого можно было учиться, вот это надо было действительно учиться у них. Лекции в медучилище – это прекрасно, это хорошо. Но когда тебя учат люди, которые профессионалы своего дела, которые тебе помогают во всём, которые тебе передают свои знания, это очень дорогого стоит. Это Ватагина Нина Сергеевна, это Смоленинова Анастасия Александровна. Современное оборудование, индивидуальные родовые боксы, палаты пробуждения, одноместные палаты, рассчитанные на совместное пребывание матери и ребёнка. Роддом Сарова отвечает всем современным требованиям. Но главное богатство акушерского отделения – его дружный сплочённый коллектив. Сегодня здесь трудятся 19 врачей, акушеров-гинекологов и неонатологов, 15 акушерок, 10 медицинских сестёр и 18 младших медицинских сестёр. Для них возможность подарить женщинам счастье материнства стало смыслом жизни. И сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни было принято родов, первый крик новорождённого всегда вызывает трепет в душе сотрудников Роддома. За 35 лет изменилось многое, но персонал нашего отделения остаётся настоящими профессионалами своего дела, преданные традициям классического акушерства. Ирина Борисова занимается в военно-спортивном отряде «Барс» три года. За её плечами многочисленные соревнования и смотры городского и регионального уровня. Нижегородская зорница – всероссийский конкурс «Делай, как я». Эти три года для выпускницы были насыщенными на события и дали хорошие жизненные уроки. Самое главное, что мне эти три года дали – это понимание структуры и военных сил, и в целом понимание того, что я хотела бы связать с этим жизнь. Также «Барс» меня научил стойкости, выносливости, подтянул мою физическую подготовку. Ну и, разумеется, наверное, я нашла здесь много друзей, много знакомых, и это невероятный опыт. Детско-юношеское движение «Юнармия» образовалось в 2016 году с целью патриотического воспитания молодого поколения и обучения школьников основам армейского дела. Юные члены «Юнармии» участвуют в военно-патриотических смотрах, всероссийских олимпиадах и спортивных состязаниях. С ранних лет юнармейцы учатся действовать в чрезвычайных ситуациях в рамках военной подготовки. Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» ребята получают за личное мужество, выдающиеся достижения в конкурсах, особые успехи и активность. Знаки юнармейской доблести бывают трех типов. Это первый, второй, третий степени, соответственно, золотой, серебряный и бронзовый. Наши знаки бронзовые, они выдаются за награды и за какие-то героические поступки. Конкретно нам знаки выдали за всероссийский конкурс «Делай, как я», а также за многочисленные успехи в отряде. О том, что им присудили знаки юнармейской доблести третьей степени, Ирина Борисова и Анжелика Баканова, знали еще с декабря. Но для девочек стало сюрпризом, когда на главной сцене во время выпускного вечера на площади Ленина им торжественно вручили награды юнармии. Анжелика Баканова за четыре года членства в Барсе также внесла свой весомый вклад в юношеское патриотическое движение как на уровне города, так и на уровне страны. Победители дивизионного этапа, муниципального этапа, финалисты областного этапа, Нижегородской зорницы, победители многих смотров конкурсов, победители смотров конкурса почетных караулов и так далее. Теперь в копилке военно-патриотического отряда «Барс» три медали юнармейской доблести. Ранее отличительный знак получила Мария Головина. Поздравляем талантливых выпускниц «Барса» с заслуженными наградами и желаем успехов в дальнейшей учебе и новых побед. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Более 70 танцев и тысячи костюмов, сотни часов репетиций, десятки концертов. За пять лет Задоринки зарекомендовали себя как сильный и высокопрофессиональный хореографический коллектив, за стремительным развитием которого следил весь город. Два года назад директор Дворца детского творчества Светлана Калипанова и руководитель студии Задоринки Анна Козловская обсуждали вопрос о подаче заявки на звание образцового коллектива Нижегородской области. Но тогда осуществить это не получилось по нормативным документам. В этом году правила изменились, и у Задоринок появился шанс. Мы об этом узнали довольно поздно, когда оставалось совсем чуть-чуть времени до окончания продленного срока приема документов. Но мы как-то так переглянулись, все сказали, «Да что, мы справимся, мы можем, тем более Анна Владимировна только недавно прошла аттестацию, и часть необходимых материалов у нее уже были в том или ином виде собраны». За 10 дней методисты Дворца детского творчества, директор и руководитель студии собирали большой объем материала за 5 лет деятельности коллектива. В пакет документов вошли образовательные программы, методические разработки, сценарии концертов, многочисленные фото и видео. И эти труды не стали напрасными. Приказ о присвоении звания «Образцовый коллектив» студии эстрадной и народной хореографии Задоринки подписан 20 июня. «Теперь держать марку, стараться еще больше, еще больше уделять времени своему саморазвитию, развивать деток, носить что-то новое, работать над новаторством в своей программе дополнительного образования, посещать мастер-классы. И, конечно, и мои танцовщики теперь понимают, что на них уже даже на танцевальных площадках города будут смотреть немного по-другому». Звание «Образцовый коллектив Нижегородской области» Задоринком присвоено на 5 лет до 2027 года. А потом коллективу будет необходимо это звание подтверждать. «Мы говорим большое спасибо родителям, детям и, конечно, Анне Владимировне. И я говорю спасибо большое всему педагогическому коллективу, методической службе дворца за поддержку. И, вы знаете, вот пришло положение, и нужно было за 10 дней вот такой большой объем работы подготовить, такой большой пакет документов подготовить, и мы справились». Поздравляем образцовый коллектив в студии эстрадной и народной хореографии Задоринки заслуженным званием и желаем покорения новых творческих вершин и дальнейших побед. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова